Его называют игуменом или духовным наставником и покровителем-собирателем земли русской и всей Руси-чудотворцем. Более всего он был известен тем, что занимался сплочением княжеств и примирением князей для борьбы с татар-монголами. Также преподобный просиял множествами чудес, как при жизни, так и после своего блаженного успения. Упокоился Сергий Радонежский 8 октября по новому стилю в 1392 году. А в преддверии праздника в Николаевке обновили храм Николая-чудотворца. На колокольне установили позолоченную маковку и крест. Как говорят священники, главный храм Николаевского района Ульяновской области приобрел свой окончательный вид. Благодаря помощи меценатов и пожертвованиям простых горожан, это уже седьмой и последний крест с маковкой, который заменили в этом году. Это довольно очень трудоемкое и очень значимое для нас событие. Потому что купола, которые были установлены до этого уже больше 20 лет, когда устанавливались, было с расчетом установки, что в ближайшие 10, максимум 15 лет, что именно простояли. Простояли, слава богу, больше 20 лет. И наконец-то установили уже современные золотеные купола. По мнению николаевцев, с появлением и на храме полного ансамбля золотых крестов, внешний вид поселка преобразился в лучшую сторону. В ближайших планах священников, прихожан и меценатов продолжить реконструкцию храма, который был построен в середине 90-х годов прошлого столетия. Уже в скором времени тут начнутся работы по замене окон и дверных проемов. Продолжение следует...